всем привет меня зовут зимфира добро пожаловать на мой канал на канал зи хендмейд это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот влюбленной парочки двух обезьяночек это мальчика и девочки которые ростом получаются 35 сантиметров все детальки в данных игрушках вязаны по ходу вязания кроме хвостика комбинезончик у мальчика и платье у девочки они съемные для вязания данных игрушек нам понадобится плюшевая пряжа на этот раз я хочу проэкспериментировать и с цветом и мальчик у меня в этот раз будет салатового цвета это номер 80 350 девочка у меня будет персикового цвета это 80 333 и дополнительный цвет белый цвет это будет на ручках на ушках это 80 301 и одежду я хочу допустим сделать у девочки платье будет салатового цвета у мальчика комбинезон будет персикового цвета хочу поиграть цветами посмотрим что из этого получится также нам понадобится не плюшевая пряжа для вышивания белков на глазках это белого цвета для вышивания ресничек черного цвета для вышивания носика и ротика у девочки коричневого цвета я вышивала носик коричневым цветом и ротик красным цветом у мальчика же это все было бежевого цвета так как у меня в этот раз будут совершенно другие цвета поэтому я еще не определилась какого цвета это все будет на мордочке выше то это уже будет в процессе вязания и еще не плюшевая пряжа понадобится для того чтобы сделать вот такие вот волосики на макушке нам понадобятся глазки на безопасном крепление черного цвета размер 6 миллиметров далее нам панера понадобятся крючки у меня это основной крючок под номером 5 вы же выбирайте под свой способ вязания об этом я более подробно говорю своим коротком видео которое называется два способа вязания крючком плюшевая пряжа если вы его не смотрели то перед вязанием обязательно посмотрите так как это может влиять на размер игрушки ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео итак основной крючок у меня это под номером 5 вспомогательный крючок такой вот помощник это у меня под номером 2 меньшего размера нам понадобятся ножницы понадобятся маркеры для отметки новых рядов понадобится швейная игла с большим ушком понадобятся такие вот ленточки пошире это чтобы сделать бантик для девочки это под номером 5 и поуже которое под номером 2 это завязать бантик на шею у мальчика и еще зафиксировать на ножках у девочки далее нам понадобятся вот такие вот сердечки эти сердечки я взяла вот таких вот мишек которые у меня были также их можно приобрести в магазинах рукоделия либо вырезать из фетра или же отдельно связать допустим из полухлопка и пришить или приклеить к одежке обезьяночек и нам понадобится наполнитель итак давайте приступим к вязанию еще я забыла сказать что нам понадобится клюшевая пряжа красного цвета для вязания трусиков и у мальчика и у девочки они в красном цвете и пуговичка для пристегивания платье . тоже я использовал в красном цвете начнем наше вязание связание ножек я начну вязать мальчика так как на камеру хочу вязать салатовым цветом схемы у мальчика и у девочки обезьянки они одинаковые отличие только идет в ножках буквально там пару рядов это отличие по желанию можно и не делать но вот мне захотелось чтобы ножки у девочки вот тут слегка были такие вот заостренные а у мальчика они были такие вот кругленькие овальные вместе с вами мы свяжем мальчика а девочку уже будем вязать за кадром так как схема полностью одинаково и так я беру для вязания ножек это как бы считается ботиночки в этот раз у меня будет белого цвета и так берем плюшевую пряжу основной крючок и набираем две воздушные петли во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида 1 2 6 следующем ряду делаем 6 при бабочек то есть провязываем 1 2 3 4 5 6 провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида и итоговое количество петель на должно получиться 12 провязали отмечаем новый ряд следующем ряду вяжем 3 столбика без накида итак вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 далее вяжем одну прибавку провязываем в петлю 2 столбика без накида и повторяем так до конца ряда вяжем 3 столбика без накида плюс 1 прибавка и итоговое количество петель у нас должно получиться 15 провязали новый ряд отмечен следующие 4 ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 15 столбиков без накида провязали новый ряд отмечаем вот этот вот хвостик слегка подтянем и зафиксируем на любой подходящей стеночки любой петли чтобы в процессе игры с данной игрушкой этот хвостик не выпал далее следующем ряду мы вяжем 3 столбика без накида 123 плюс 1 у бабочка провязываем 2 петли вместе за передние стеночки так повторим до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 12 провязали следующем ряду вяжем 2 столбика без накида плюс 1 убавка так повторяем до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 9 последнюю бабочку в этом ряду не довязываем до конца на нем мы будем на ней мы будем менять цвет пряжи итак я вяжу последнюю убавку в этом ряду не довязываю до конца берем плюшевую пряжу основного цвета и до вяжем эту бабочку следующий ряд вяжем за задние стеночки каждой петли и всего провяжем 9 столбиков без накида белую пряжи белую пряжу я отрезаем на муж пока не понадобится завязываем хвостики на узелочки прячем вовнутрь вязания наполним наполнителем наполняем средней плотности продолжаем наше вязание следующий 17 рядов вяжем без изменения в каждом ряду по 9 столбиков без накида итак провязали 17 рядов без изменения новый ряд отметили провяжем 3 столбика без накида 1 2 и 3 столбик без накида не довязываем до конца на нем мы будем менять цвет пряжи берем плюшевую пряжу красного цвета довязываем этот столбик далее до конца ряда нам нужно довязать еще 6 столбиков без накида 4 5 5 и 6 следующий ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида провязали отрезаем ниточку салатового цвета и хвостики завязываем на узелочке в новом ряду вяжем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 петлю слегка вытягиваем и ниточку отрезаем оставляем небольшой хвостик я же этого делать не буду так как это у меня вторая ножка вот первая ножка готова так вот петельку вытягиваем и отрезаем ниточку а я же продолжу вязание по второй ножке и так по второй ножке я провяжу до конца ряда еще четыре столбика без накида то есть у второй ножки у нас получается мы провязываем два ряда без изменения в каждом ряду по 9 столбика без накида то есть это первый ряд вот этот вот предыдущий и второй ряд у первой ножки мы просто провязали 5 столбиков без накида ниточку отрезали а у 2 2 ножки этот ряд провязываем до конца далее вяжем 2 воздушные петли 12 и присоединяем вторую ножку подхватываем вот эту вот петелечку подтягиваем и продеваем вот в эту вот петлю мы делаем соединение вяжем до конца ряда маркер первой ножки это и будет начало нового ряда провяжем до конца ряда 4 столбика без накида 2 3 4 отмечаем новый ряд маркер вот 2 ножки снимаем и пока наше вязание отставим в сторону покажу как вязать начало ножек девочки если хотите чтобы они немножечко отличались друг от друга берем плюшевую пряжу в цвет ботиночек у меня это также будет белый и набираем берем основной крючок и набираем 2 воздушные петли 1 2 во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида 1 2 и 6 следующем ряду вяжем один столбик без накида плюс 1 при бабочка провязываем следующую петлю 2 столбика без накида и повторим еще так два раза один столбик без накида плюс прибавка итоговое количество петель нас должна получиться 9 провязали следующем ряду вяжем 2 столбика без накида 1 2 плюс 1 прибавка так вяжем до конца ряда итоговое количество петель нас должно получиться 12 провязали следующем ряду вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 плюс 1 при бабочка так вяжем до конца ряда итоговое количество петель нас должно получиться 15 провязали 1 ряд отметили не забываем фиксировать вот этот вот хвостик к узелочком на любой стеночке любой подходящий петли продолжаем наше вязание вяжем следующие три ряда без изменения каждом ряду по 15 столбиков без накида провязали новый ряд отметили далее вяжем три столбика без накида 1 2 3 плюс 1 убавка так вяжем до конца ряда итоговое количество петель нас должно получиться 12 провязали следующем ряду вяжем 2 столбика без накида 1 2 плюс 1 убавка так вяжем до конца ряда и итоговое количество петель нас должно получиться 9 последнюю убавку не довязываем до конца на нем мы будем менять цвет пряжи на основной и так берем пряжу основного цвета для девочки и довязываем эту последнюю бабочку в этом ряду далее все идет точно так же как мы вязали ножки мальчика продолжаем вязание мальчика обезьянки вот этот вот хвостик фиксируем узелочком на любой стеночке любой подходящей петли и прячем вовнутрь вязание следующие три ряда нам нужно будет провязать без изменения первый ряд я покажу как его вязать потому что вместе соединения мы провяжем специальным образом чтобы не было дырочек после наполнения наполнителем и так вяжем 5 столбиков без накида 2 3 4 5 далее там где у нас соединяются вот в этом месте петельки заводим тут вот внизу крючок и подхватываем рабочую нить далее подхватываем стеночку там где вот мы вязали 2 воздушные петли и первую вот эту стеночку воздушные петли мы подхватим проведем рабочую нить на крючке у нас три петли провязываем провязываем их вместе далее подхватываем стеночку 2 воздушные петли подхватываем рабочую нить оставляем ее на крючке далее в том же месте теперь у 2 ножки там где у нас идет вот это вот соединение заводим крючок внизу подхватываем рабочую нить на крючке у нас три петли провязываем их вместе далее по ножки вяжем 9 столбиков без накида 1 2 и 9 столбик без накида далее идем по цепочки из 2 воздушных петель подхватываем стеночки вяжем 1 столбик без накида подхватываем вторую стеночку и вяжем второй столбик без накида до конца ряда нам осталось провязать 4 столбика без накида в этом ряду у нас должно получиться двадцать две петли провяжем еще два ряда без изменения в каждом ряду по двадцать два столбика без накида на этот раз мои обезьянки получатся бас ими потому что это я хотела вязать белым цветом только вот нижнюю часть ручек и кружочки в ушках но забыла я об этом по идее должны были ботиночки быть в цвет платьичко и цвет комбинезон очка у мальчика не стала перевязывать значит так оно должно быть думаю басы и обезьянки будут тоже симпатично смотреться и так вяжем 2 ряда без изменения провязали но ряд отметили и отставим пока в стороночку свяжем с вами ручки берем плюшевую пряжу белого цвета основной крючок и набираем 2 воздушные петли 1 2 во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида 1 2 6 следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка провязываем в одну петлю 2 столбика без накида так повторим до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 9 провязали следующем ряду вяжем 2 столбика без накида 1 2 плюс 1 при бабочка так вяжем до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 12 провязали здесь можно ответ отметить новый ряд маркером следующие два ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 12 столбиков без накида провязали следующем ряду вяжем 2 столбика без накида 1 2 плюс 1 убавка провязываем две петли вместе за передние стеночки так повторим до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 9 провязали следующем ряду мы провяжем с вами так чтобы итоговое количество петель у нас получилось 7 а для этого мы сделаем так вяжем 1 столбик без накида далее вяжем одну убавку вяжем 1 столбик без накида 1 убавка и до конца ряда вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 3 столбик без накида не довязываем до конца на нем будем менять цвет пряжи на основной и так берем плюшевую пряжу основного цвета довязываем этот столбик и следующие 13 рядов вяжем без изменения в каждом ряду по 7 столбиков без накида и наполняем наполнителем по ходу вязания наполняем средней плотности провязали желательно 4 последних ряда наполнителем не наполнять это для того чтобы ручка лучше прилегала к туловищу далее маркер снимаем нам он же не понадобится складываем наше вязание пополам и провяжем вместе тремя столбиками без накида 1 2 3 столбик я провяжу вспомогательным крючком крючком меньшего размера чтобы этот крайний столбик был более аккуратненьким протягиваем ниточку отрезаем ее оставляя небольшой хвостик и этот хвостик прячем во внутрь ручки первая ручка готова вторую ручку вяжем точно также продолжаем вязание по туловищу вот этот вот последний столбик распустим слегка на нем мы будем менять цвет пряжи на основной берем плюшевую пряжу основного цвета довязываем этот столбик следующий ряд вяжем за задние стеночки каждой петли и всего нам нужно будет провязать 22 столбика без накида провязали новый ряд отметили и по поводу наполнения ножек если хотите чтобы игрушка могла сидеть опираясь на что-либо то вот этих вот три красных ряда 1 2 3 наполнителем не наполняйте следующие 8 рядов вяжем без изменения в каждом ряду по 22 столбика без накида и продолжим уже наше вязание в следующей части так что кто не подписан на мой канал предлагаю подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса влюбленной обезьянки всем спасибо большое за вязание вместе со мной всем пока пока